На проекте WoW Circle 19 февраля открывается новый игровой мир дополнения Cataclysm с рейтами X100. Старт игрового мира запланирован с патча 4.2 и будет включать в себя множество интересных модификаций, таких как эпохальные подземелья, ПВЕ и арена спектатора, а также ручная смена рейтов для любителей качаться медленно. Дайте отпор Смертокрылу вместе с другими героями на проекте WoW Circle Cataclysm X100, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Снова на MMO Champion вышел грандиозный слив грядущего дополнения, и не только. На этот раз всё ещё круче, так что можете поставить лайк авансом, а если ролик не понравится, то просто уберёте его. Напомню, что лучше относиться ко всем сливам скептически, мы их изучаем ради фана и интересных концепций. Погнали! Инсайдер пишет, что ожидается несколько анонсов Blizzard, которые в настоящее время запланированы на 18 февраля. Они уже некоторое время находятся в стадии разработки и первоначально планировались к анонсу на BlizzCon 2022, прежде чем тот был отменён. Анонсы для Diablo и Hearthstone также появятся, но не в феврале. Первое, с чего хотелось бы начать, это Overwatch 2, закрытое бета-тестирование, стартует в конце февраля. Публичный тест будет доступен в середине марта на две недели, откроются два новых героя, Мауга и Яка. Для Warcraft анонсируют мобильное приложение Warcraft Grimoire, которое будет представлять из себя электронные хроники, включающие весь лор и выйдут этим летом. Будет анонсировано новое дополнение 10.0, Пепел Галакараса. Новый героический класс Тинкер со специализациями танка, ДПСа и Хила. Новый континент Галакарас, то есть это название Драконих Островов, который находится на дальней стороне Азерота, представляет собой первобытные вулканические острова. Там мы узнаем о происхождении Драконих Стай и зарождении всей жизни на Азероте. Элуна будет играть важную роль. Будет запущена новая система, называемая Соглашениями, которая похожа на систему известности, но отличается тем, что имеет только косметические награды и способности, связанные с Драконими Стаями, различными для каждой специализации классов. Будет объявлено о нововведении, называемом Живой Мир. Это новая модель контента в открытом мире Азерота, который постепенно обновит зоны в Восточных Королевствах и Калимдоре, рассказывая постоянно развивающуюся историю. Будут добавлены мировые квесты, репутации, сокровища, редкие монстры и так далее. Вечно развивающийся и дополняющийся контент открытого мира, со своей сюжетной цепочкой. Межфракционная игра, то есть возможность Орде играть совместно с Альянсом в конечном итоге будет распространена на мировой контент и гильдии. Возможно также на репутации и языки вражеских рас. Итак, теперь по порядку и с подробностями. Закрытый бета-тест Овервотч 2. Близзард объявит еще о двух новых героях. Мауга, это чувак с танка-бафом, который владеет двумя пушками Гатлинга. И Яка, девочка-ниндзя-подросток с гигантским сюрюкеном и одомашненным духом лисы. Закрытая бета-версия, согласно сливу, начнется в конце февраля, а в середине марта в течение двух недель можно будет попробовать ПВЕ-контент на публичном бета-тесте. Во-вторых, это новое приложение под названием Warcraft Grimoire, которое выйдет этим летом. Это не мобильная игра, а скорее интерактивная цифровая библиотека знаний, которую Близзард хотят сделать живой версией Хроник Варкрафта. В приложении будет введена специальная валюта, мы сможем ее зарабатывать каким-то специальным образом, либо покупать за деньги. И эту валюту можно будет использовать для покупки электронных вариантов литературы World of Warcraft. Как по мне, это замечательная придумка, если она состоится, так как World of Warcraft как раз не хватает места, в котором будут по полочкам разложены знания. По принципу «бери и читай». Потому что знаний очень много, и новичкам очень легко в этом запутаться. Более того, как им понять, с чего начать прочтение книг. А так все будет под рукой и логично разложено. Третий этап — это следующее расширение ВОВ, которое называется World of Warcraft «Пепел Галакароса». Как большинство из вас уже правильно догадалось, это дополнение основано на концепции драконьих островов. Но оно также будет глубоко связано с Элуной и Царством Жизни. Галакарос — это название нового континента, представляющего из себя драконьи острова, точнее цепь островов на противоположной стороне Азерота, которую Близзы называют дальней стороной Азерота. Близзард вдохновлялись Галапагоскими островами с большим количеством дикой природы, развивающейся в полной изоляции. И Галакронс с его выводком были достаточно сильны, чтобы пережить шторм окружающий остров, что позволило им проходить и уходить из древнего Калимдора, то есть покидать Галакарос. Остров основан на концепции первобытного Азерота с множеством действующих вулканов и неистывающими элементалями. И визуально задуман как своего рода анти-нордскол. Также там есть несколько руин Темной Империи, древние храмы для каждого из пяти аспектов драконов и объект ульт, где впервые возникла жизнь на Азероте. Близзард сохранят версию системы ковенантов и известности, но переименуют ее в договоры. И основываясь на отзывах о ковенантах, они уберут из этой системы все лишнее, оставив только необязательные задачи и косметические награды, то есть контент по желанию. Ближе к концу прокачки мы получим полномочия от Элуны во время затмений и в кавычках станем драконом, что даст нам способность к передвижению и уникальную активную обилку для каждой специализации. Но на этот раз не будет сложного выбора. Вместо этого, то, какой из пяти стай мы присоединимся, просто изменит внешний вид наших способностей, связанных с цветом драконов, и косметические награды, которые мы получим. После завершения одной кампании соглашений можно будет пройти и другие кампании, оставшихся четырех стай драконов, но некоторые награды будут изначально ограничены. Также будет добавлен новый героический класс Тинкер, который, по словам инсайдера, был идеей, которую Близзард всегда хотели воплотить в жизнь, но не было подходящего момента. И этот класс является самым ожидаемым со времен ведения охотника на демонов. Тинкер, по большей части, будет связан с новой системой живого мира. У Тинкера будут три спека — танк, хилл и ДПС. Тинкеры будут использовать специальный рюкзак через новый косметический слот для спины, как у Газлу из Ходса. В принципе, у вас будут эти механизированные штуковины и гаджеты, которые будут выскакивать из вашего рюкзака для анимации различных способностей. И у Тинкеров будет куча различных косметических рюкзаков, которые можно будет открыть. ДПСеры смогут превратить свой рюкзак в робота-компаньона, хиллы смогут превращать рюкзак в медицинский беспилотник, а танки смогут превращать его в костюм робота. В новой истории будут задействованы Галакронт и Элуна. И сюжет будет посвящен связям между темными землями и царством жизни, а также истоком жизни на Азероте. Концепции патчей все еще находятся на ранней стадии разработки. Но одна из идей, которую Близзард продвигает, заключается в том, чтобы игроки отправились на Луну, на которой можно было бы обнаружить мертвую оболочку Ишараджа. Помните, как Амантул его вырвал с Азерота? Вот это все окажется на Луне. Культисты Темной Империи, застрявшие на Галакаросе, будут пытаться оживить древнего бога. Это было бы глубоко связано с Луной и ее ролью в том, чтобы помочь Титанам разобраться в устройстве первобытного Азерота. Помимо всего этого, Близзард делает большой толчок к тому, что они называют живым миром, который они на самом деле уже начали внедрять на лайв-серверах, просто это пока слабо заметно. Но, возможно, вы заметили, что Близзард уже добавили погодные эффекты в некоторые из старых зон. Также в файлах игры появились обновленные здания в Элвинском лесу и так далее. Другая часть, которая нас ждет, это открытие межфракционной игры. В конечном итоге, Близзы хотят расширить эту систему, включив в нее мировой контент и гильдии. Возможно, с помощью способов, позволяющих игрокам завоевывать репутацию противоположной фракции и изучение вражеских языков. То есть граница двух фракций будет постепенно размываться, и мы будем одним большим комьюнити. Основная идея заключается в том, что Близзард собирается начать реконструкцию зон Старого Мира, но в рамках добавления хай-левел-контента для старых локаций. С мировыми квестами, репутациями, сокровищами, редкостями и тоннами вещей, которые нужно собрать. У этой системы будет своя сюжетная линия, называемая Компанией Азерота, начиная с Темных Берегов и Высокогорье Арате, а также Танариса. Это будет проходить параллельно сюжету текущего расширения. Новые зоны будут добавляться в открытый мир по мере завершения сюжетной линии, в основном заменяя концепцию промежуточного патча, который Близзы использовали в прошлом. Это будет долгосрочный проект, который будет охватывать несколько расширений. Зоны, которые еще не реконструированы, будут окутаны туманом войны, то есть Близзы хотят в конечном итоге завершить обновление всех восточных королевств и Калимдора. Вот тут-то и появится новый героический класс Тинкер, который на самом деле не связан с драконними островами и скорее предназначен для связи с концепцией живого мира. Инженеры начинают свой путь с 10 уровня в обновленном Прибамбаске, который частично вдохновлен одноименным дополнением из Хардстоун. Это будет частью обновления Танариса, который станет первым большим обновлением Зоны для открытого мира, и Близзы намерены подготовить его и воспроизвести в припатче 10.0 вместе с героическим классом. Вот такой вот слив получается. Что вы думаете об этом? Поделитесь своим мнением в комментариях, будет очень интересно почитать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик, для вас был рад стараться Лунный Монах и новое видео уже скоро. Субтитры сделал DimaTorzok